Добрый день дорогие друзья, вы на канале Гольд Ломбард, с вами Игорь Иблонский. Сегодня вторая у нас передача из цикла инвестирования в антиквариат или введения антиквариатного бизнеса. Первое было у нас 6 основных правил, которые мы с вами рассмотрели. Теперь вы, если и не знаете, то хотя бы имеете представление о том, как покупается антиквариат, какие правила должны соблюдаться при его закупке. Сейчас мы идем дальше. Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, где можно покупать антиквариат. Пройдемся по основным торговым площадкам, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждой из них. Далее в следующей передаче будет у нас, где можно его продавать, обеспечение этих процессов, вопросы безопасности, вопросы логистики и прочее. Так поэтапно мы с вами дойдем до того, как я вам и обещал, что мы сформируем с вами инвестиционный портфель, где наглядно каждую штуку я буду показывать, рассказывать и до этого мы подойдем. А сейчас немного сухой теории. К сожалению, эти вопросы необходимо рассмотреть. Значит, здесь прежде всего по сегодняшней теме, где можно покупать антиквариат, надо определиться. А кто ты, дорогой зритель? Первое – коллекционер, второе – инвестор, который хочет вложиться в предметы материальной культуры, или торговец-спекулянт. Что касается меня, я, как говорится, три в одном. Я и собираю свои частные коллекции, я и инвестирую, я и являюсь спекулянтом, в хорошем смысле этого слова, хотя, наверное, хорошего смысла этого слова нет, являюсь торговцем антиквариата. Почему это необходимо разделить? Потому что, как я уже говорил в предыдущих своих видео, здесь, как бы, самый, будем говорить, опасный, самый фанатичный из этих трех, значит, капостных сосед, из этих трех категорий является коллекционер. Потому что коллекционер покупает… Как дальше будет продолжаться? Коллекционер, как мы с вами уже говорили, в принципе, ему перешагнуть черту ничего не стоит, ему главное купить эту, он одержим, ему главное купить эту вещь в свою коллекцию. Инвестор более сдержан, потому что у него существует градация, которую, верхняя ступень цены, которую он перешагнуть, в принципе, не имеет права. И, наконец, торговец, спекулянт, он находится в очень жестких рамках, ему надо покупать очень дешево, чтобы маржа была как можно больше. Но и в то же время он находится в более выгодном положении от предыдущих двух, потому что он покупает большой ассортимент, он покупает большое количество, у него есть возможность торговаться в этом плане. Поэтому, рассматривая сегодняшний вопрос, необходимо вот это иметь в виду, о ком мы с вами говорим. Итак, давайте начнем, ну, прежде всего, давайте с первого, это eBay, да? Стоит ли на нем покупать предметы материальной культуры? Ну, наверное, у каждого тоже есть свой опыт торговли и покупки на eBay. Я тут новое не открою, но, тем не менее, сейчас пройдемся. Как мне кажется, в последнее время eBay стал больше такой площадкой для продажи, нежели для покупки предметов, в том числе и материальной культуры. Немного он стал дороговат, но, тем не менее, пренебрегать им не следует ни в коем случае, то можно все-таки выщелкнуть хорошие и дешево очень вещички, если соблюдать несколько правил. Ну, вот, значит, первое, что положительный плюс, eBay в том, что все-таки еще есть возможность купить дешево. Вот, есть минусы, есть в том, что можно купить фальшивку. Можно купить фальшивку, но здесь, опять же, надо смотреть, у кого вы покупаете. Если это, значит, продавец официальный, который зарегистрировался своими данными исходными, все, здесь гарантия более или менее. Если это частник, который тоже вам идет навстречу, вы пишете, вы просите, присылаете дополнительные фотографии, а вот пришли еще с той стороны, а пришли фотоклейма, если он идет в этом плане навстречу, это одно. Если это частный продавец, частник, который продает какую-либо вещь, где фото размазаны, у кого количество продаж маленькое, да еще рейтинг, не очень, все. Но здесь, конечно, надо быть очень осторожным, тем более, если он не предлагает PayPal как оплату, а только переводом, да. Ну, в этом случае, естественно, любой из нас насторожится, и здесь уже каждый решает для себя, надо ли это, рисику ангиен или нет. Вот для этого, в последнее, относительно последнее время, eBay купил, значит, PayPal, сейчас можно осуществлять продажи через него, здесь в этом случае действует койфершос, то есть защита покупателей, в этом случае мы немного, значит, защищены, можно вернуть свои деньги. Еще раз повторюсь, пренебрегать eBay ни в коем случае нельзя, я это не делаю, и регулярно совершаю на нем покупки, тем более и удачные. Если мы говорим о том, что покупатель антиквариат, в прямом смысле этого слова, да, здесь сложновато по фотографиям, особенно новичку, определить, значит, является ли этот предмет подделкой, нахгемахт, вот, либо это оригинал, но если касается инвестиционных каких-то проектов, инвестиционных монет, вот ребята, которые меня смотрят, Александр, вот, является доком, другие тоже, ребята, как бы в плане инвестиционных монет, тоже регулярно там, наверное, покупают, вот, и как бы в плане подделки, здесь в этом плане более или менее защищены, здесь в плане инвестиций, если покупать инвестиционные монеты, то как бы, ну, пусть не 100%, но гарантий гораздо больше, нежели если мы на eBay покупаем какие-либо старинные монеты, допустим, там, древневаримые, все, которые поделать, в принципе, относительно легко. Вот, далее идем, вторая такая возможность, где можно покупать, это аукционы, но сначала остановимся на специализированных аукционах, то есть аукционы в прямом смысле этого слова, где молотком стучат по столу, вот, и где, как я вам говорил, моя передача уже есть, которая посвящена, значит, торговле и покупке на аукционе, я сейчас коротко так повторюсь, пройдусь, в данном случае мы говорим о живом участии, и вот это вот живое участие в аукционе, а не по онлайн, которое многие тоже сейчас предлагают, можно делать биты онлайн, я сейчас говорю только за живое участие, это очень большой плюс. Значит, почему? Потому что личное участие дает несколько плюсов. Первое, как я всегда говорил, в конце аукциона люди устают, ноги чисто физически, он длится несколько часов, иногда бывает, они разбивают на несколько дней, а иногда бывает так, что с утра и до 4, до 5 вечера идет этот аукцион, и люди чисто физически устают, ноги не не держат в конце аукциона, уходят и тем самым уходят претенденты, можно очень в конце аукциона дешево купить. Даже можно брать такую тактику, приходить к середине, к концу аукциона, и выщелкивать в конце хорошие вещички за хорошие деньги. Второе, личное участие дает возможность делать биты ниже стартовой цены, то есть, если вы смотрите каталог, что-то предлагается за 100 евро, к примеру, и выше начинается, он поднимает молоток, говорит, вот 100 евро, никто не дает, тогда как вопрос, сколько кто даст, грубо говоря, из зала, можно сказать, 80 или там 75, и купить ниже этой лотовой заявленной цены стартовой. Это тоже дается только в случае, если вы лично там участвуете. Следующие специализированные аукционы больше, наверное, подходят для первых двух категорий покупателей, которые мы с вами говорили. Это коллекционеры, это инвесторы, которые идут цельноправленно, если он нумизмат, он идет на нумизматический аукцион, и там покупают уже монеты. Свои все. Потому что в этом случае как бы специализированные аукционы, по моему такому опыту, все-таки цены на них несколько дороже, нежели на общих аукционах, которые предлагают широкий спектр товара. Вот, ну и здесь, как бы для начинающих, вот инвесторов, для начинающих, кто хочет покупать, инвестировать в антиквариат, здесь и гарантия, как бы больше, да, если они специализируются на этом, если делают уже не один десятков лет этот гишерк, то здесь гарантия купить, значит, фальшивку гораздо меньше, нежели на, в других каких-либо местах, потому что здесь специалисты, они смотрят, они этим живут, они в этом направлении уже, как говорится, акулы, да. Вот, это что касается таких специализированных аукционов. Второе, рассмотрим аукционы, тоже в прямом смысле этого слова, живым участникам, где стучат молотком, но это общие такие аукционы, общий антикварный аукцион, где продается от мебели, как я говорил, картин и до монет, и до значков, там, и прочее. Здесь тоже необходимо обязательно живое участие, правило тоже, вот. Здесь можно сказать о том, что здесь шансов купить что-либо, а, кстати, я, извините, ошибся, на специализированных аукционах есть возможность, как я вам уже говорил, купить либо что-либо не по теме, очень часто они, если это монеты предлагают, то, может быть, так продаваться несколько картин, но как-то случайно они вышли на это, и в конце аукциона они продают то, что их тематике не принадлежит. И вот в этом случае можно купить очень дешево, очень хорошо, потому что, как я говорил, они, так же, как в автохаусах у нас бывают мерседесы, но кто-то приехал, купил мерседес, загнал свою Тойоту, Тойоту они у него купили, продали ему новый мерседес, а эту Тойоту, к примеру, они продают, а бы продать, потому что она никак не вписывается в этот продажный ряд. Точно так же в специализированных аукционах есть возможность купить что-либо, которое не по этой теме, очень дешево. Так вот, теперь аукционам общим, они не являются специалистами в какой-либо области, они продают антиквариат от А до Я. Цены здесь более такие приемлемые, более дешевле, как бы дешевле, если мы не говорим о таких общих аукционах, как Ристи Сотби, а говорим рангом ниже. Вот здесь цены несколько более приемлемые. Опасность, как и в первом случае, и здесь тоже минус, что можно войти в раж. То есть, как бы, загораешься, такое со мной случалось, захотел эту вещь, определил потолок, там стоили тысячу евро, но загорелся кто-то больше, думает, да сейчас я тысячу пятьдесят, тысячу сто, и на полторы тысячах остановился. Есть вот эта возможность, тут уже каждый для себя, от его характера, это зависит импульсивный человек, меланхоличный и прочее. То есть, вот эта вот отрицательная черта живого участия в аукционах, наверное, на это и делается в них ставка. Вот. В-третьих, на аукционах и в первом, и в втором случае, как отрицательный такой момент, можно отметить при живом участии, это очень много времени. Иногда бывает вот так, уходишь утром туда, после обеда глубоко под вечер, уходишь с него, купил одну-две вещи, но зато очень дешево. Тут уже каждый для себя решает, стоит ли это делать, стоит ли это для этого, можно ли пожертвовать целый день, чтобы купить одну-две-три вещи. Вот. То есть, здесь как бы длится очень много времени. Вот. Следующая категория, четвертый, да, у нас уже пункт, это, где можно покупать антиквариат, где можно покупать предмет материальной культуры, это фирмы, которые занимаются энтрюмпелёнг, как в России, наверное, тоже это есть, это фирмы, когда кто-то умирает или кто-то переезжает, допустим, старушка, дедок, Вальтерхайм, дом престарелых, а его дом продаётся, вот, и, значит, эти фирмы всё делают ремонт, всё выносят, всё мебель, всё они, как правило, работают с маклерами, с иммобилем, этим бюро, вот, и, если есть у вас контакт с этими фирмами, они вам могут звонить и сказать, подъезжай-ка по такому адресу, там, вилла, дом или квартира, мы освобождаем, вроде здесь что-то есть, да, вот, это очень хороший вариант, но здесь он подходит, наверное, больше под третью категорию, под продавцов, ни коллекционеров, ни инвесторов, потому что здесь с ними можно работать в том случае, если это носит постоянный характер, они хотят иметь человека или двух, с кем они будут постоянно работать и который будет забирать в принципе все, а не так, что ты пришел, купил одну-две картинки, а остальное там разбирается, если так что. Для этого, значит, надо помещение, куда ты будешь все это забирать, да, вот, для этого нужны свободные деньги, потому что надо у них все это покупать, вот, и третье, как бы, тут еще такое, если ты работаешь в каком-то направлении, то здесь большая возможность того, что ты от своего направления отступишь, допустим, ты занимаешься картинами, там, предметами интерьера, а здесь еще предлагается и мебель, да, как бы, в этом случае отступить от своей темы очень большая возможность, потому что, как я сказал, они заинтересованы в том, чтобы забиралось, значит, все. Это больше подходит для спекулянтов, больше подходит для продавцов антиквариата. Вот, следующее, значит, у нас, это блошиные рынки, проект у меня тоже была передача, это пятый пункт, блошиные рынки, здесь тоже есть плюсы, здесь есть минусы. Последнее время, к сожалению, сейчас так перевернулось, что очень много там продавцов, которые в своих магазинах что-то не продали, у них завис этот товар, они выносят его на флюмаркт и там продают. Очень часто продается много фальшивок, которые под антиквариат, значит, будут вам предложены. Либо это те, кто имеет отношение вот к этим фирмам, которые освобождают вот это все, они вот это все выносят. Вот, конечно, есть возможность купить там дешево и хорошо, но надо иметь ухо востро, значит, что там очень много продавцов, профессиональных, имеющих магазин и все, но они свой шрот выносят на антиквариат на блошиный рынок и там его продают по дорогой цене. Здесь тоже время, надо рано утром вставать, обязательно приходить к открытию, это 5-6 часов утра и проходить, как говорится, брединком первым или вторым, потому что к обеду там делать уже будет нечего. Значит, шестой пункт это отнесем сюда развалы или такие вот блошиные магазины, где продается все, такое блостарое это и развалы. Здесь можно, да, здесь можно выщелкнуть хороший материал, в последнее время они тоже стали дороговаться, все как-то стали разбираться в последнее время в антиквариате, цены тоже там немного приподнялись, но возможность что-либо купить, конечно же, есть. Следующий, седьмой пункт это специализированные антикварные магазины, в прямом смысле этого слова это антикварный магазин, так как каждый обыватель себе его представляет. Здесь тоже есть плюсы и минусы, но минус здесь наверное единственный, что немного дороговато, все-таки там сидит продавец, которому и арендную плату надо, и мне жить с этого надо, цены там немного дороговаты, но если установить персональный контакт, что я советую все-таки ходить, вы наберетесь там опыта первое, если человек такой общительный хозяин, все, то обязательно завести с ним контакт, оставить свою заявку для первых двух, да, это коллекционер и допустим инвестор, что мне интересует то-то-то, если что-то будет, позвони, я буду у тебя периодически брать все, то есть в этом случае и консультацию вы можете там получить какую-то, можете свою вещь ему принести, показать, и то есть в этом случае я рекомендую как личный контакт, обязательно, если в вашем городе, городке есть антикварный магазин, обязательно завести с ними личный контакт. Значит, восьмой пункт, это местные газеты объявлений о продаже всякой всячины, да, есть в России это из рук руки, по-моему, у нас и бейклянь, ансайги, здесь тоже, ну, вот и бейклянь, ансайги у нас это как бы и бейклянь, только на местном уровне, где подают объявления о продаже антиквариата, какого-то здесь несколько раз, если этим заниматься, можно хорошо очень осуществить покупку, часто бывало так, что я приезжал за мебелью, покупал какой-либо стол, я, по-моему, уже вам рассказывал, покупал какой-либо стол, уезжал за 500 километров, тут же их спрашиваешь, а может быть, у вас еще что-то есть, они, да, да, вот мы распродаем там что-то и всегда надо с собой деньги иметь и закупаешь, увозишь оттуда помимо стола еще там всякой всячины, в этом, собственно, и прелесть, но здесь тоже надо с вечера сидеть, как правило, воскресенье вечером обязательно надо, студируй, потому что воскресенье вечера на неделю закидывают все, как правило, объявления, или в понедельник, утром, но лучше воскресенье вечером их пробивать, смотреть на предмет появления новых каких-либо, значит, товара. Следующее, в этих объявлениях можно давать и нужно давать объявление о том, что я покупаю, если вы специализируетесь на чем-то, пишите, я покупаю ордена, монеты, там еще что-то остальное, допустим, нет, либо вы покупаете, покупаю антиквариат от Ада, я плачу дорого там наличными, вот, но здесь тоже в последнее время у меня такое объявление, конечно же, тоже есть, очень часто звонят продавцы, вот что, посмотри мой товар там, это или те, которые хотя бы на этом тоже хотят сделать свой маленький бизнес, вот, а звонки такие вот в классическом понимании, когда бабушка звонит и говорит, я предлагаю там сюртук своего мужа, да, полковника СС, который пришел в таких случаях очень и очень редки, нельзя играть амбициями, но тем не менее пренебрегать этим видом тоже не следует, следующее это назовем так, это ваши личные агенты, ваши личными агентами понимаются персональные ваши контакты, что надо работать во всех областях, допустим, у нас в Германии есть флегеденст, это те, которые ходят по домам, за старушками, за дедушками ухаживают, которые полу лежачие или лежачие, и все, вот с этими работниками тоже необходимо иметь контакт, они тоже могут сказать, что вот там и там дедушка так и так, вот если у него там то-то, 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 может вам дать какую-то, будем говорить в этом плане, наводку, наколку, вот потом его могут в стационарные, альтерхайм, а это приезжают эти фирмы, вот, прежде чем они приедут, можете появиться там вы и осуществить хорошо покупку, следующее, допустим, агенты ваши, это могут быть строители, ребята, многие у нас вот русскоязычные работают в строительных фирмах, особенно если это Альтбау, если это старые, если не новые дома строят, а старые, да, которые они ремонтируют, разбирают до стен, делают электрику, полностью ремонт, все, то они заходят туда и могут позвонить, сказать, знаешь, там вот стоит шкаф какой-то или там еще что-то, вот, то есть, как бы, в любом случае, я хочу сказать так, что антиквар или тот, кто занимается антиквариатом, должен быть хорошим краеведом, во-первых, он должен хорошо знать свою местность, вот, во-вторых, как бы уметь работать с людьми и как бы в этом плане вербовать агентов, скажем это так, да, милицейской логикой, вот, потому что, если вы хорошим краеведом, вы знаете в своей, значит, местности все, где были железнодорожные станции, где были какие-то пионерские лагеря, где были какие-либо допустим, колхозные там клубы или еще что-то, которые сейчас заколочены и все, понятно, что сейчас прошли там людей, но тем не менее, больше чем уверен, обязательно где-то что-то да есть, висит какая-то картина социореализма там или еще что-то, поэтому местность свою надо знать, надо уметь общаться с людьми и прочее. И так, иначе, мы прошли с вами по основным вот этим вот категориям, по основным местам, где можно покупать антиквариат, и подытоживая, я хочу сказать, что к этому надо готовиться, я допустим, беру календарь, вот этот большой навесной календарь, такой вот, и на нем отмечаю, где когда флюмарт, где когда аукцион, где когда мне надо пробить там, то-то, 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 потому что так иначе забываешься, так он наглядно висит, и на месяц, или даже лучше на квартал, себе накидать примерный план, там я делаю то-то, то-то, в этот день я делаю то-то, то-то. Аукционы необходимо заранее приходить, изучать товар, смотреть, прощупать его, посмотреть, все, если есть эта возможность, а потом приходить на аукцион, значит, участвовать. В eBay, я уже сказал, необходимо тоже мер безопасности, мер предосторожности соблюдать. Если это какие-либо выставки, или салоны, их надо избегать, я туда хожу только для того, чтобы повысить свой культурный, профессиональный уровень, потому что что-либо купить на выставке, которая организована, там уже дилеры накидали столько своей маржи, все, что купить там что-либо дешево, шансов очень мало. Лично я вот на таких выставках практически, наверное, ничего никогда не покупал, потому что, еще раз повторюсь, это очень дорого. Вот. Ну и налаживать связь, налаживать связь, работать с населением, работать с людьми, вот, помнить, что это образ жизни. Если вы хотите стать антикварами, если вы хотите выгодно что-либо покупать, то это должно для вас стать образом жизни, то есть постоянно иметь, что-то смотреть, не проходить мимо объявления возле магазина, вышли за хлебом купить, это объявление висит, прочитать, может быть, там что-то продается. Больше, собственно, никаких тут инструкций или еще чего-то дать сложновато, нельзя тут сказать. И нет такого одного места, куда можно пойти, дешево, допустим, закупиться. Постоянно выщелкиваешь, что там-то, там-то, там работаешь, то с аукционами, то с ИБИМ, то с объявлением, все, это лично в моем случае вот так. Большой удачи вам желаю, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте, и до новых встреч, идем дальше.